Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о таком ценном органическом удобрении, как сапропель. Что же такое сапропель? Сапропель – это донное отложение из отмерших остатков водорослей, высших растений, а также останков рыб и разных микроорганизмов. Сапропель образуется в пресных озерах. Именно такой сапропель используется для подкормок растений. Сапропель может быть различного цвета. Он может быть коричневым, черным и даже розовым, в зависимости от состава. Самым ценным удобрением является сапропель черного и коричневого цвета. Сапропель содержит большое количество кальция. Нужно быть очень внимательным при внесении сапропеля на щелочных и нейтральных почвах. В этом случае сапропель лучше смешивать с верховым кислым торфом и после этого вносить в почву. Ценность удобрения сапропеля зависит от содержания в нем азота, фосфора и калия. Азот в сапропеле содержится в труднодоступной форме для растений. Однако при внесении сапропеля в почву азот медленно поступает к растениям и растения его усваивают. Такой носит пролонгированный характер удобрения. В отличие, например, от навоза или компоста, которые растения быстро потребляют, все питательные вещества из которых, то сапропель является таким долгоиграющим удобрением. Он будет действовать в почве примерно 6-7 лет. Это его большое преимущество. Наиболее эффективно вносить сапропель на легких песчаных почвах. В этом случае сапропель служит мелиорантом. Он эффективно удерживает влагу в почву, делает почву более влагоемкой, более структурированной. Поэтому всем рекомендую применять. Например, если у вас почвы тяжелые, глинистые, то сапропель в чистом виде лучше не применять. Его эффективно используют для приготовления компоста с органическими материалами. Например, это может быть навоз, либо это могут быть трава, сено, опавшие листья, либо какие еще органические материалы. Например, если вы готовите компост с навозом, то тогда нужно взять две части навоза и одну часть сапропеля. Разместить все материалы послойно и будет готовый компост. Если же вы готовите с других растительных остатков, то нужно взять три части травы, соломы, листьев и примерно одну часть сапропеля. Все это также слоями разместить. И через 4-5 месяцев у вас получится готовый компост. Его уже можно вносить и в тяжелую глинистую почву. В таком случае почва не будет становиться еще более твердой, то есть сохранится вот эта вот легкость, если будете использовать компост. Где же взять сапропель? Сапропель можно добывать самостоятельно в прудах, озерах или приобрести готовое удобрение на основе сапропеля в магазинах. Если вы решите добывать сапропель самостоятельно, то нужно учитывать ряд моментов. Во-первых, сапропель нельзя добывать в озерах, которые располагаются вблизи автомагистралей, либо крупных промышленных объектах. В озерах в сапропеле будут накапливаться тяжелые металлы и другие вредные вещества. Заготовку нужно проводить только в экологически чистых зонах. Также не следует производить заготовку сапропеля в зонах радиоактивного загрязнения, потому что в нем могут содержаться радионуклиды. Второй момент. Сапропель следует заготавливать так же, как и другие природные материалы, такие как мохсфагнум, хвойноопат, либо торф, только с разрешения соответствующих органов. Самовольная добыча природных материалов влечет наложение штрафа. Поэтому учитывайте данный момент так же. Скоро начнется сезон посева многих овощных культур на рассаду. И часто возникают проблемы с рассадой, например, такие как черная ножка. В этом случае поможет именно сапропель. Сапропель обладает антисептическими, антибактериальными свойствами. Поэтому, если вы добавите в грунт для рассады небольшое количество сапропеля, рассада будет здоровой. Но надо понимать, что сапропель делает почву более твердой. Поэтому для рассады большое количество сапропеля вносить не нужно. Понадобится примерно три части готового грунта для рассады и одна часть сапропеля. Этого будет достаточно, чтобы рассада получила хорошее количество питательных веществ, а также не болела различными заболеваниями, чтобы была здоровой. Вот такое вот ценное удобрение сапропель. Всем рекомендую его применять у себя на участках. Кто-то может его добыть самостоятельно. Кто-то может приобрести в магазине. Пользуйтесь данным удобрением и получайте хороший урожай. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.